доброе утро всем у меня на сегодня ты вроде добрый ладно пойдет как это знаете это говорится поговорка мы все про так и я все сегодня прострал точнее нормально встал в очередь прошел я приехал сюда 2 предыдущем ролике вы видели камаз тут стоял вот он стоит я второй приехал утром проснулся не спеша но хотел выспаться тут фур много он скамейка паркуется мне за ней это просто пока на чтоб не уехал вам рассказываю короче со всеми коллегами стоял в очереди 3 на оформление но не взял паспорт и все просрал как говорится пока пошел за паспортом все уже оформились не знаю зачем вам паспорт нужен я при его на память помню про детку но нужен значит нужен порядке такие но тем не менее все фуры практически в разные стороны но я буду второй за той с каменью что поеду сейчас отъеду камаз отъедет а то им мешает и поеду на ту сторону а еще так проснулся шторка же здесь не закрывается потому что планшет перед ними виду смотрю заставили нафиг всего запомбировали думаю со всех сторон но нет туда дальше вам зеркало нормально и вазик тут стал глаза мне мозолить белый и даже не ржавый но видимо свежий вообще пока что потому что диски вот эти на них идут уже на современных не то с 20 не то с 21 года так сказать может даже на автомате надо было подойти посмотреть у меня от камаза выпустить а у меня воздух а вот накачался выгрузился вроде потихоньку не быстро конечно вообще блин еле-еле как сонные мухи они там но как говорится главное до обеда я выгрузился сейчас мне пердолить почти на другой конец москвы солнцу но мне-то как бы все равно это по пути домой так скажем вороте нагремит по пути домой это ехать в солнцево заскочу загружусь правда опять козьими тропами не знаю муж через шереметьево рвануть на ленинградку потом на 107 нацкат не знаю сейчас сижу все думаю гадаю взвешиваю варианты хотя там и по 107 может еще и быстрее бучим по этой ленинградке дрочится вот закрываю ворота сказали через полчасика за документами подойти и буду показывать вам выезд какой здесь волшебный выезд даже вот я ось поднял и не знаю сейчас будет углы резать да проеду наверное потихоньку вроде снегопада нет никакого сейчас с вами вместе посмотрим по светлу так сказать забрал доки посмотрел ребзики этого уазика да он реально на автомате ржавчинки пока нет нигде но он без климат-контроля просто с кондиционером но это насколько я шарю по уазиком вроде так ну а можно же на стекле посмотреть до 21 года машина ну по крайней мере на стеклах да и тут 21 выезжать с территории короче так всегда бывает как я вам рассказывал в предыдущей серии в тверь я приехал с пивом вроде бы не первый документы сдавал кстати тоже не первый а на выгрузку поставили первого не справедливость такая в жизни бывает но не для меня она в тот раз было сейчас я приехал ночью 2 правда тот камаз за которым я был он оказалось в другую организацию и получается когда ходили оформляться я забыл паспорт но я вам рассказывал и получается скани он то она позже меня приехала но по оформлению меня опередил его выгрузили все я думаю ладно спешить вроде особо некуда но тут когда выгрузился я подъехал смотрю стоит у дядька блин мог бы меня пропустить раз он никуда не спешит оказалось ему еще не отдали документы то есть вот он выгрузился стоит уже два часа ждет до два часа ровно ждет я выгрузился мне сказали сейчас я интересно так будет видно короче сказали что тебе держать отпустить без пересчета а этот еще стоит получается на скани вот видите как бывает вроде ты должен быть первый выгрузился не первый а выгрузился не первый а второй я уезжаешь первой поэтому все так у нас непонятно как слюни летят во все стороны вот выезжаю и показываю вам какой тут выезд интересно это матом выргулся уже когда камеру включил или еще нет вот я вам о чем говорил хорошо в воротах разъездка полина сейчас я что-то как-то неправильно назад сдаю ребята скамеечку выпустим это жарень еще в кабине блин тут такой подъем крутой так ехал на расслабоне да может спасибо не говорить я и так нормальный пацан короче едем ну тут знаете вот как во дворах в домах машин сейчас понатырка то легковых я имею ввиду и там вот обычно терки начинаются кто должен назад сдать я никогда в жизни вот этой хренью не занимаюсь я прям сразу включаю заднюю если где-то там есть малейший карман либо ныряю туда либо в зад сдаю нафиг вот эти терки выяснение понты дешевые и сейчас я прям сразу заднюю включил думаю нафиг мне это надо он мог бы конечно туда прямо протянуть но не захотел не сообразил и не хочешь и не надо я вот сам короче отъеду ничего мне от вас нет кого не надо вот видите я вам говорил про наледи стоят легковые в принципе тоже вот они для своей же безопасности могли бы прижаться чуть к своему забору к дому я сейчас левыми колесами буду наезжать на налить не дай бог конечно сползет все это дело но так конечно чисто теоретически по идее если здесь грузовики постоянно ездят здесь пробита она клея под грузовики вот кусты все или отрезаны или сломаны но тем не менее не зная такие места что людей заставляет строить и снимать склады в таких местах вот здесь крутой поворот то есть я оттуда ехал сюда я думаю если я не проеду никуда мне потом назад у ой вазик какой-то подготовленный даже тетка посторонилась на сугроб залезла она видит что я с лентяем что у меня ухова режет не знаю легковая легковая давай вот сюда ныряем сейчас тоже залезу на бордюрчик я думаю все прекрасно понимают что и как здесь происходит плюс снегопад ну ладно я вчера почти там с двадцаткой 18 тонн у меня было 32 поддона все по 2 я нормально шел 9 с половиной тонн на ось сюда заезжать а вот так если пустой ну короче в снегопад вы сами знаете что везде плохо ну то в таких местах узких еще хуже давай дождик доджик я называю дождик давай давай не тюлень проезжай там все понятно вот отсюда вот я должен был по идее вчера в идеале пешочком прогуляться посмотреть дорогу что к чему но если бы это было днем я бы так и сделал я бы прошел пешочком ночью думаю трафика вообще никакого нет проедусь все вот она она осташковская на шоссе да наверно сашковской шоссе поеду я до 107 сейчас по осташки на афанаську потом на дмитровку и потом на 107 еду в солнцево до киевки или доминки еще не решил не поеду я через шереметьево тоже там непонятно судьбу испытывать ленинградка это вечно пробка поеду потихоньку как говорится самая короткая дорога та которую ты знаешь я их вроде все знаю но не поеду для тех кто не понял из наших пацанов где я нахожусь вот тут мы грузим чипсы иногда и сухарики тоже место себе такое еще вроде здоровенный терминал здоровенный завод у них там места на территории много но все стоят вот так до тех пор пока не подъедет не обилетит инспектора все стоят вот так если хорошо тебе повезло ты смогу тут припарковаться заехать бойтесь всегда вот она стоит на обочине наклонена фура то есть угол торчит вверху фургона на проезжую часть я на своем горьком опыте уже убедился теперь сам предостерегаюсь вас тоже предостерегаю вот так ехал и углом своим верхним правым черканул его задний левый верхний угол бах мужик спал это было давно конечно давай бэха я тебя выпущу а что ты будешь за матью ленить вот мужик спал я ему бах по фургону у меня тент тогда был выскочил в трусах в одних зимой тоже была ну я и почему и говорю зимой на накат на этот становимся наклонено получается все на проезжую часть посмотрели ну там вообще ничего у него не было ни у него ни у меня тоже это было но мытищик здесь недалеко это уже как бы не мытищина считается как они вешки или вешки или вешки как вы их называете пивасик раньше часто возили кормяшкам вот такой словесный понос у меня на 6 минут хотите слушайте хотите перематывайте стараюсь делиться с вами ценной информацией лично для меня она считается ценная как для вас я не знаю спасибо таксист все погнал на загрузку как я уже сказал вам наверно в солнцево на кока-колу не очень люблю это место но других вариантов в пятницу нет да это куда я еду очень хорошую цену дали поэтому я даже не возникал очень долго ехал я сюда что-то даже и не ожидал что вокруг москвы по 107 это столько долго ехать уже темнеет время 4 часа ровно еще и думал сейчас приеду хоть перекушу отдохну сказали сразу заезжать ну конечно не факт что там прям сразу загрузят но все равно думал лес посещу красивый посмотрю что там как в москве лес но нифига заезжает что такое что случилось отчего же все кругом завертелась за кроме это завертелась закружилась зашумела на духом моим короче закемарил слышу ой какой-то хочу закемаривал на загрузку сразу загнали сразу дали окно грузить сразу не стали пока покушал не спеша кофейку попил сходил на склад постоял никого нету ничего нету вообще ворота мои заставлены там всякими напитками вот я лег прикемарил слышу этот газует стал и почуял как мне положили рампу в зеркало глянул там видно что ворота открылись света горит на склад поэтому сейчас одеваюсь и иду вот на склад так что спасибо коллеги что разбудил меня о хорошо как ну что то нифига ребята пришел и все тут заставлено как и было но свет то они включили и рампу положили мне вот так криво стал я но это мне пофиг почему там сыра где колеса я ехал дорога везде сухая была но почему-то там сыра в этих местах по бокам видно вам да кока-кола добрая не хочет грузиться да мне в принципе и спешить некуда сейчас чем я позже из москвы уеду тем меньше будет пробок это я так думаю но хотелось конечно полежать подремать теперь уже какая дремаловка и все вот так водители ко мне все подходят и все спрашивают как будто я консультант я тут года два сам не был нифига надо тут стоять сколько тут стоять пойду я короче еще раз вязать издевается походу карщик только вот пришел уселся загремелось грузить начали пойду смотреть в общем дядька не знал просто как грузить меня слишком широкие получается вот видно вам как выступает груз за сам поддон хоть у меня и фургон ну шире чем же рефом получается сантиметров на 6 наверно шире он как шторка хотя хрен узнает я не знаю ширину рефа но мне кажется просто когда грузят пиво там расстояние очень большое между поддонами вот такое примерно но шучу конечно ладно и он если пятерками загружу там весов у тебя нигде нету я говорю нету весов грузи как хочешь мне то как бы я люблю когда седло пригружено еще и лучше единственное конечно вчера стояли загонщики на цкаде как раз в этой степи ну хрен я знаю такая рисковая фигня не то загонит не то нет буду надеяться что не загонит на свой страх и риск а то он сейчас тоже понапхает порвется потом с красно-белым в этом дуплись что к чему там еще завтра надо это выгрузить и поддона отвести на склад кока-кольный втуле в общем все интересно так загрузился сейчас заведусь напрямую ровную выйду посмотрим с вами нагрузки осевые потому что дядька кашечка сказал жопа у тебя легкая очень получилось не знаю все там вроде вровень поддона стоят поглядим сейчас как ты чё хрен узнает еще куда парковаться сейчас наверно тут рядом с валюхой встану красный выехал на ровно и снял с ручняка все четко черепашки выползаю отсюда вроде сейчас весов здесь нет никаких но я имею ввиду на самом заводе раньше через весы ездили я уже сто лет тут не был сейчас вроде просто выезжаешь и поехал до свидули как говорится о как я посмотрите как от моих колес ведущих на черепашки я отъезжал без пробуксовок но такой прям раз дня такая была видимо у них ништяк сам тащусь выкатился с завода небольшая пробочка тут но она вечером здесь постоянная пропуска нет нам как надо налево на боровское шоссе на киев кускат и потом на двойку там все летит по боровке а показывала пробка хотел там объехать да она и тут больше показывала но вроде нормально все маленько потолкаюсь и поеду наконец-то я добрался до тулы кстати в красно-белом в туле я еще ни разу не был в жизни мои некоторые водители были а я ни разу не был один раз у меня денис работающий на этой машине откуда уж он пиво то привез в казани что ли простоял там неделю ну благо конечно же мы дома он сидел дома машина стояла там выгрузили его спустя неделю вот такая была печальная история здравствуй тула я вернулся так но мне где-то здесь направо где метр у нас тут с правой стороны буду выгружаться витальки спасибо растолковал мне все у витальки машины сюда часто видимо ездит но я так думаю раньше мы возили только на склад и на магнит а сейчас еще и сюда ну вот и меня занесла нелегкая посмотрим как справимся мы с этой задачей по выгрузке но я вообще не переживаю ни храма опять же повторюсь из-за того что я дома тачку бросил и ушел домой грубо говоря жену сейчас сманивал сманивал приехать ко мне но никак она не поддается купил тут пончиков я все никак не мог до этого не было почему-то их тут остановился два ведра купил половину уже по дороге сожрал еду весь в этой посыпки как она называется сахарная пудра показывать вам не буду этот стыд так что сворачиваю на склады а тут лес думаю что ни хрена не следится а тут лес о молодец женек как скажет моя супруга одна единственная дырка яма смысле яма план все не буду ничего говорить а то сейчас пошлики сразу не топаем мы эту хренетра и я туда сворачиваю куда и да вот так у нас кстати телевышка красиво светится ой потухла что-то вон вдалеке видно вам разными цветами но я знаю точно что дорога здесь хреновенькая потому что на этой территории находятся деловые линии куда я стабильно хочется сказать раз в месяц наверное чаще я туда езжу холодильник точка ру и всякая еще другая порнография наверно тут тоже находится а днем здесь пролетарий у нас на ночь закрывают шлагбаум днем тут на легковой пролетаешь блин да что ты ремень не лезешь вот стоят сколько братишков я виталик как ты мне рассказывал я все понял но я решил кстати вот это деловые линии склады я решил прогуляться со стоянки потому что весь день сидишь лежишь никакого променада хотя вчера сегодня по кока-коле нагулялся туда-сюда туда-сюда 70 раз ходил на склад со склада на склад со склада вот они они кстати но это так рассказываю может кому-то полезно будет кому-то интересно понятно что все тульские наверное это знают вот сейчас я еду на дальнюю стоянку и с нее я пойду пешком как я вам уже сказал чтобы прогуляться чтобы сделать променад не знаю много лет машин или мало виталик сказал если 34 то это хорошо если больше то это хреново 1 2 3 4 5 6 7 8 блин и одни рифы и надеюсь о тент есть 8 8 8 8 половинку просим блин куда же мне встать-то поинтересней местные жители ругаются если мордой не вот так как они к складу а суда встают то есть жопой к завала к этому к складу а морды суда к забору то слышно и моторы блин тут забор такой не знаю какие там чё моторы слышно вряд ли это там чё-то слышно так я вообще встал по разметке если кто-то там приедет и будет мяч морить что неправильно место кому-то оставил мне на это по барабану я стал четко по разметке как разлиновали так еще поглядим нашу он вообще сколько было 10 и 2 стала 10 походу 200 литров солярки сожрал честно говоря тяжеловато ехалась обычно вообще коккола 22 тонны грузит а сейчас я тоже и не посмотрел даже и не знаю сколько тут чего нагруженный где это смотрится европоддона 27 штук короче накладные кит страны вот нашел 20 20 тонн 315 килограмм брут то или нет то хрене то ладно я еще и не расписывался надо расписаться и валить а вот оказывается и хрен то там вот он груз брутто 21 481 ну что-то пиво то постоянно в двадцатке привыкаешь после двадцатки уже каждая тонна прям чувствуется на машине когда на питер идешь еще ладно там все время ровная тут у нас в тыльской области вверх-вниз вверх-вниз заколебаешься оказывается это еще не конец оказывается тут есть вторая накладная в которой еще плюс шестьсот двадцать один килограмм и того как я вам сказал двадцать две тонны ровно козлы вонючие 22 сколько там 621 а тут ну да ровно двадцать две тонны и такой женька еще молодец таком место тщательно и долго выбирал он стал он хотел встать только бы с неработающим рейхом рядом блаха это термокинг мой любимый который при закрытии окна даже не слышно как он там канифолит все короче я одеваюсь вот я сахарной пудре посмотрите весь вот мои пончики вот он я ехал жрал все шорты уделал все я побежал быстрее пока еще кто-нибудь не приехал рептики рептики наверно уходит моя молодость сноровка не тот я уже то был раньше пока я там сидел с вами в телефоне трендил расписывался прогулки себе устроил пойду прогуляюсь а то что ну вот ребята видите вот стоят фуры вот так обычно все делают ходят оформляют потом едут постоянно пока это место про выбирал протрендил расписался уже три человека здесь стали и оформились сейчас за мной еще два подошло представляете я уже тут потом бегом бежал смотрю они заезжают и заезжают ну блин не знаю первый рейс после нового года вообще на таком расслабоне и никуда и не тороплюсь не спешу опять вам хочу повторить если даже меня не выгрузит тачку брошу здесь и поедет домой джинка приедет за мной все нормально я не переживаю очень понравился охранник такой спокойный рассудительный все растолковал минут в туалет кстати придется туда ходить очень далеко а у меня как вы знаете купил и века не едь далеко ладно это все лирика с ума схожу я по красным машинам volvo правда не красная она больше вон-то оранжевая да фиг красный magnum красный вам снимал все что красное не хочется под мой красный фургон свое время а именно год назад почти мне удалось купить и веку в лизинг красный красивый но не знаем что вам рассказывал уже но видно не судьба была так она и не стала моей на самой последней ноте оформления ну и ладно как говорится что не делается все к лучшему вместо красный белоснежка появилась правда в белоснежку столько денег я зарывал в ту и веку то почти новая была что не надо было бы столько заработать а там хрен ее знает короче как получилось так получилось как вышло так вышло вон он я стою машин до фига выгружаюсь с 8 до часу кто не успел тот опоздал тот взял свое ведро пончиков и попер домой зажать их вот тут все это деловые линии тут тут отправляешь где 13 он там где 2 3 забираешь если что-то надо забрать тебе посылку отдыхать я сейчас секущу попью мало ли там мало того что я пончики жрал по дороге ну и всего два штуки если уж быть честным с вами два штуки все сожрал думаю сейчас приеду и мне уже не хочется будет мне хочется с чайком сейчас горяченького на ночь короче вот так все ребята через несколько секунд я включусь для меня это будет ночью для вас несколько секунд включусь и расскажу вам как проходит мой следующий день мне спокойной ночи а вам один щелчок новый денек неплохо начинается все стоят тачки вообще все стоянка битком здесь было какие-то уехали от рядом со мной mercedes с рефом стоял как он затарахтел утром ехал видно выгружаться и мне вот правда время почти девять не восемь но почти девять позвонили на выгрузку это очень хорошо я уже заколебался лежать что и слышно было все таки как и реф работает на мерседесе ну так приложено но когда завелся сам мерседес это вообще капец полный был деловые линии тоже уже работают вовсю все посмотрим сколько там на окнах машин да сейчас памятку только взял там по ходу фото видео запрещено я уже вчера наснимался вот он мерседес тарахтящий и никого тут на окнах то и нету не то выгружают всех они так быстро не только никого не вызывали вчера была пятница 13 а сегодня мне дали 13 ворота вообще кайфорий да ладно дело дело в том что мне позвонили сказали вставать быстро на выгрузку я пока сразу завел машину пока качался воздух оделся вышел из нее обошел и сразу поехал еще не успел доехать до сюда до склада до 13 ворот звонят где то есть тебя уже тут все ждут полчаса нахрен полчаса только воздух накачался но воздух на этой машине практически в нуле уходит за ночь телега садится тоже никак руки не дойдут где там чё блин кран этот новый ленивый шипит еле слышно вот поэтому воздух ты и без него тоже воздух уходит надо где-то что-то искать о меня выгружает я уже сходил расписался сказали если сворот не отгонит тоже дизайн поежда звонка не жди через двадцать минут приходи а ребята газури фонарей сзади нет вообще ни на одном крылье ни на другом а я тут переживаю лампочка какая-то сгорает кстати максим брат мой по-моему ты вот эту и веку смотрел к покупке это тульская наша низко рамная все просто супер отлично отдали документы не отходя от рампы загрузили 27 поддонов пустых которые я привез сейчас их надо отвезти на склад склад у нас около гаража около дома можно сказать я уже даже позавтракать успел умыться правда не успел а не успел умыться только лишь из-за своей лени из-за этого телефона грёбаного сидишь залипнешь него не ну вообще вот так после завтрака я не люблю сразу я люблю сначала посидеть все тут у меня стоит нахорожено хоть убрал в этот раз а потом когда уже петух жопу глюнет срочно лечу умываться бегу попер на вторую выхрустку так сказать как бы вторая точка вот она где-то здесь я уже развернулся то и дело переезжает это кока-кола то туда то сюда каждый раз когда я сюда приезжаю на в новом месте но из-за того что я очень редко езжу кока-кола постоянно переезжает виталька сказал на 13 вратах где-то где-то летом все редки быстро мне выкинули поддоны две стопки полторы я уже в гараже завел свой трактор гараже никого нету смысле из людей машины практически все в гараже деваха мая стоит белая снежная короче глушу тачку и еду домой всем спасибо кто смотрел до встречи